Всем привет! Вы с Олегом Соскиным. Сегодня второе уже января, 23-й год. Год начался драматически, трагически. Вот и такой, точно как еще по китайскому календарю и нету этого зайца по лунному календарю. Но он, конечно, уже так поскакал этот год во всех отношениях, но не позитивных. Непозитивных. Негативных, прямо скажем. Давайте проанализируем некоторые события и сделаем соответствующий анализ, наблюдение и какой-то попытаемся сделать небольшой прогноз. Итак, что можем уже точно говорить? Что идет для Украины, если брать, идет колоссальная эскалация войны на всех направлениях. И на фронте, и на территорию Украины. И война все больше стала перекидываться на материковую территорию Российской Федерации. Которая раньше была включена, эта территория, в их конституционное тело. Потому что мы знаем, что в 22-м году они аннексировали Украины. К аннексии Крыма добавилась еще Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. Это очень важно осознать, я подчеркиваю. Потому что уже война по путинским представлениям, по российской конституции. Фронт идет на территории Российской Федерации. Не Украины, а территории Российской Федерации. Это очень важно осознать нашим, так сказать, разным там вождям и прочим. Если вы это осознаете, вы будете понимать. Потому что самая главная задача это понять логику врага. Хотя там, конечно, логики уже почти не осталось. Там сумасшедший дом и, так сказать, какие-то ошметки вместо мозгов у этого Путина и его банды. Но тем не менее. Тем не менее. То есть, они считают, что они ведут освободительную войну и освобождают территорию Российской Федерации. Украину уже как таковую они вообще не признают за суверенное государство. Вот если мы исходим из этого посыла, то тогда понятно их действие. Особенно надо смотреть, я же говорю, смотрите первоисточники. Вот сейчас Кирилл выступал с проповедью. Там где-то он в Одинцовском, что ли, храме что-то там делал. Генерал КГБ, миллиардер. Занимался и занимался еще в те периоды контрабандой. Вся Российская Церковь алкоголя, табака и прочего. И он рассуждает в этой проповеди о Отечестве, о русском народе, о том, что это вот такое время наступило, освобождение и так далее. То есть, это психический бред. Почему? Потому что, ну, какой есть русский народ? Вот объяснить. Можно кому? Кто-то может объяснить. Вот есть Чечня, независимая республика. На ее территории 90% проживают больше даже, больше 90 там чеченцы. Есть Дагестан, там дагестанцы живут. Есть Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкарцы. Это уже полностью практически монотитульные образования. Уже Кадыров заявил, что чеченцы – это третья титульная нация на территории Российской Федерации. То есть, он считает, что это нация и это государство. И тут выступает этот грибист Гундяев и там гундит что-то про какой-то русский народ. Ну, совсем чокнутый. Какой же у вас народ, если у вас есть татарская нация, но причем же нет русской нации у них. У них нет. Есть славяне, да, есть славяне, очень много славян. Но это не русская нация. Это вообще русичи. Какое они вообще отношение к русичам имеют? Они живут на другой территории. Она оккупирована метрополией. То есть, мы с вами видим фактически системное московское когибистское митрополие. Мы видим системное антагонистическое противоречие на данной сублимации. То есть, она не целостная и она должна по всем правилам распасться. Но распасться Путин и его банда понимают, что если для этого надо вести войну и захватить Украину, чтобы удержать империю, чтобы она не распалась на части. И они избрали себе вот этот, такой, скажем, пилотный проект по захвату и уничтожению Украины. Они где-то порядка, около 20% территории они захватили на сегодняшний день. Ну, 18-20% территории захвачено украинской. И они говорят, что это их уже территория полностью. То есть, тогда, еще раз подчеркиваю, уже не имеет значения, где ведутся боевые действия украинскими вооруженными силами. Вот это надо прежде всего осознать. И тогда надо переносить вооруженные действия на незащищенные части материковой Российской Федерации. А как иначе? Другого варианта не существует. То есть, надо наступать там, где нет той обороны, которая есть. В принципе, этот процесс уже происходил в конце 22-го года. Удары по вот этому аэродрому в Энгельсе, удары по Джанкой. Ну, это наша территория. Если брать удары по Брянской области, по Воронежской, немножко по Белгородской. То есть, фактически, такие попытки были. Но что сейчас произойдет, вот уже точно можно говорить в связи с событиями последней декады декабря 22-го и, собственно, вот этих двух дней уже, которые, нового по Григорианскому календарю года 23-го. Что произошло? То есть, Путин принял решение, это уже видно, эскалировать войну и наносить удары постоянные по Киеву, по центру принятия решений. Ну, и по окружающим городам, близким возле Киева. Но главный удар идет по Киеву, чтобы уничтожить вот этот агломерат, в котором находятся все нервные центры, мозговые центры и прочее по принятию решений. То есть, принято решение, они пришли к выводу, что если этот Киев постоянно будет... Ну, то же я объяснял вам, болванам этим при власти и всем остальным, ну, не слушают, ну, даже не хочу про это говорить. Абсолютно просто, ну, совершенно просто обезьяны, ну, натуральные обезьяны. То есть, не было предусмотрено, не предвидел нынешнее руководство и армии, и политическое, что могут быть постоянные перманентные удары по Киеву. И они нарастают, они нарастают. И с чем мы сейчас уже видим? Что Киев сбивает, да, сбивает, там он 45 дронов сбили, 40 дронов в эту ночь сбили. Но перед этим ракеты сбивали, сейчас ракету сбили, сбили там два этих оперативно-тактических Орлана и так далее, и так далее. Ну и что? Ну и что? А в результате, что мы видим? Целые факультеты Киевского университета практически выведены со строя. Причем очень интересные факультеты. Если их сопоставить, название этих факультетов с тем проектом закона, который внес там какой-то деятель от «Слуг народа», этот пиар-менеджер, про то, что можно выращивать, будет человека вне тела человеческого, то те факультеты, которые сейчас, ну по сути уничтожены, они, вот можно ли сказать, что они близки к этим задачам? То есть речь же идет о чем? О том, что Федерация Российская почему еще атаковала. Потому что он говорит, что в Украине расположены биологические лаборатории Соединенных Штатов Америки, где осуществляются вот всякие эксперименты, и в том числе античеловеческие. Вот Зеленский, так объясните тогда со Шмигалем, «Слуги народа», там Арахамия, глава Верховного Совета, что это там за закон такой? И почему были именно нанесены удары по этим факультетам? И чего вы молчите? Университет сам сказал, уже когда прошли сутки целые, по их уничтожению этих целых факультетов. Подумайте, почему? То есть есть какая-то опять тайная подоплека, которую Зеленые и Зеленский во главе с ними от «Слуги народа» от простых граждан Украины скрывают. То есть выполняется какая-то тайная американская программа. Ну, предположим, что именно так. Далее, удары, вот сбили дроны, все, но попали опять по энергетическим, критическим объектам, не называют, скрывается. Все от народа скрывается. Московиты и так все знают. У них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить. У них у всех на карте это раскреплено. Значит, это скрывается просто от украинцев, потому что если украинцы сейчас поймут, насколько страшные потери, насколько страшные удары произошли по народному экономическому хозяйственному комплексу, то придет хоть какое-то осознание к людям, может быть, что фактически система функционировать не может. Ну, не может, реально не может уже. Она на грани. И сейчас начались в Киеве опять аварийные отключения, потому что в Киевской области, в Киеве, этот же Кличко не может говорить, и тот же Кулеба в Киевской области. Никто же. Все не могут рассказать реальную ситуацию. Ну, повреждены объекты энергоструктуры. То есть, правду никто не может сказать, потому что он будет арестован. Это антиконституционно. Абсолютно антиконституционно. Но в Украине тоже уже введены элементы, уже создана база для диктатуры. То есть, идет строительство диктатуры. Все молчат. Все молчат. Ну, молчите дальше. Теперь давайте посмотрим следующий элемент. То есть, будет ли, обращаясь к тем, кто меня смотрит, спрашивает меня там, где в Болгарии можно жить. Да, в Болгарии можно жить. Отлично можете жить. Прекрасная погода. Отличные условия для жизни. Достаточно недорого. Дешевле, чем в Украине. Потом вопрос был о том, а вот если в Польше рядом с Германией, то стоит ли переезжать в Германию? Да, стоит. Потому что они повысили сейчас содержание для беженцев. Там кто-то пишет, да. Потом отменят. Ну, когда отменят, тогда отменят. А пока повысили. Более 500 евро. Ну, там есть и меньше, конечно, за категорией есть. Поэтому однозначно надо это делать. Однозначно. Ну, как бы и в Польше там тоже сейчас будут в Германии большие послабления делать. Будет более просто признаваться украинская квалификация. Ну, надо учить немецкий язык, надо. Ну, и что? Так учите. Чего страшного? Куда уже ехать? Если уже Украина разрушена, разрушена старшим людям, взрослым. Вообще, куда, как? Надо искать новую жизнь себе, да. Это молодежь еще, она там энергичная как-то. Она может еще даже в условиях разрухи, распада народно-хозяйственного комплекса как-то находить себя. А как взрослые люди? Вот после, скажем, после 40 лет, как человек в разрушенной системе может жить? Как? Я не знаю. Я думаю, что не может. Да, молодежь как-то она приспособится еще, у них еще время есть. А тем более в условиях последней фазы великого цикла данного, когда идет уничтожение старых укладов и их носителей. Это будет до 33-го года в Украине. Ну, как вы хотите, в разрушенном пространстве жить и функционировать. То есть, Киев это вообще уже на сегодняшний день, он будет уничтожаться. Поэтому там более 3,5 миллиона сидит, но сидите дальше. У вас шансов никаких нет, вас уничтожат. Путин вас будет каждый день уничтожать, пока не станет, пока не будут уничтожены все энергосети, все теплосети. Уже сказал же этот, что тепла не будет уже в отдельных районах. Вот сейчас мне рассказывают там товарищи, что там вообще еще поражение есть. То есть, все сбивают, а ареал разрухи Киева увеличивается. Теперь смотрите, вот эта болтовня была, что там Путин будет мобилизацию делать, военное положение, не будет он этого делать. Это просто разговоры в пользу бедных. Идиоты, идиоты, невигласы, тупорылые. Зачем ему это делать? Смотрите, у него с 1 января, это просто потому, что тупые и не понимают процессов, которые идут в Российской Федерации. Он принял, как известно, 25 августа 22 года указ об увеличении вооруженных сил РФ на 137 тысяч человек. На 137 тысяч человек. Это было. И с 1 января это вошло в действие. Они сделали последнюю мобилизацию, вот эту плановую 120 тысяч они набрали. Но еле-еле выгребали уже по полной программе. То есть, они достигли уже дна. Они больше выгрести у себя не в состоянии. И они пришли вот к таким результатам. С 1 января российская армия увеличилась с 1 января до 2 миллионов 39 тысяч 758 человек. Из которых 1 миллион 150 тысяч 628 человек это военнослужащие. Вот это очень важно понять. 1 миллион. Дальше. То есть, они увеличили численность на 137 тысяч. А до этого у них была армия 1 миллион 902 тысячи, там 758 человек. И вот этих военнослужащих был 1 миллион 130 тысяч. А стал 1 миллион 150 тысяч. То есть, они увеличили его на 20 тысяч. Вот 1 миллион у них военнослужащих. Из них, они в результате дополнительной мобилизации, вот этих 320 тысяч, они их выдвинули на фронт. Понимаете? То есть, у них вся армия военнослужащих со всеми. Теперь составляет, вот на сегодняшний день января, мы с вами говорим, вот это важно понять нам, 1 миллион 150 тысяч 628 человек. 1 миллион 150 тысяч. На фронт он выкинул 300 тысяч новых. Перед этим было где-то более 200 тысяч. То есть, практически, вот они снова вышли живьем, то есть, они добрали 320 тысяч и увеличили кусочек на 20 тысяч. То есть, их потери огромны за эти менее чем 11 месяцев. Но, теперь они фактически оперируют вот этой армией, которая у них есть военнослужащих, и они ее четко зафиксировали. 1 миллион 150 тысяч. То есть, вот она, она на этом уровне зафиксирована. Они будут добирать, стараться до этого уровня все время вот этими разными волнами мобилизации. Но, естественно, идет все время убыль. То есть, никакой новой мобилизации, как это рассказывают, пока не будет. Потому что он будет держать вот это число. Плюс, он определил весь объем людей. И он будет держать вооруженные силы на уровне вот этого 1 миллиона 150 тысяч. И все время их будет стараться добирать. Как он это стараться будет делать? Они будут смотреть по мере убытия. То есть, Украина теперь превратиться должна в машину, которая будет их все время перемалывать, уничтожать. То есть, функция Украины в ближайшие 10 лет войны теперь только будет одна. Воевать и уничтожать вот этих людей, которых должно быть не менее 1 миллион 150 тысяч военнослужащих в более чем 2 миллиона российской армии. Понимаете? Вот, радуетесь, ну, как бы договориться, что вот убили там в Макеевке, там поразили их мобика в центр. Пойдут туда эти 200 и 300, там где-то 700 человек вместе тех и тех. Там теперь в Запорожье, в Мелитополе, то-то, то-то, вот 700, там 800 человек. Там уже этот специальный морг для вагнеровцев уже туда приехал, этот самый Пригожин. В Бахмут уже их надо отправлять, там уже некуда их отправлять. То есть, фактически их Украина теперь занимается только одним. Вся Украина только уничтожает граждан Российской Федерации. Вдумайтесь. То есть, Путин, будучи Кагибиской швалью и Шобла, которые его окружают, эти всякие, Могилевич, это преступник. Это преступник, слышишь, Зеленский, Ермак, это же ваш хозяин, да? Это преступник, это такой же убийца, этот еще живой же у них, этот, нигде ж не было сообщения, что он уже откинул копыта, этот самый, как он называется, Галушка там или как. То есть, есть Шобла, Кагибиская, генералов, которые вот этим всем, и маршалов, генералов, которые этим всем заправляют. И Путин это реализует. Это чему Кремлевская это реализует. И теперь вдумайтесь, просто вдумайтесь в цифру. То есть, перебили их более 100, там, уже 10 тысяч. Но их теперь осталось еще, ну, плюс раненые там и так далее. Но их еще осталось, ну, 240 тысяч. То есть, за год 100 с чем-то тысяч. То есть, это еще что, два года надо, да? Но потом подгонят еще других. Вы понимаете логику? Усваиваете, да, я вам то, что объясняю. Поэтому, фактически, их постоянные будут удары по Киеву. Дронов этих иранских, вот так. Сейчас подойдут ракеты. Иранские ракеты, северокорейские ракеты, китайские ракеты. И будут бомбить, 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 пока не будет просто выжженная земля. Вместо Киева, городов Киевской области, всех городов Украины. Они приняли эти решения. Понимаете или нет? Поэтому, эта модель, которую сейчас проводит Зеленский, вот эта вся его там, братья эти, шухры-мухры, дети эти. Она ошибочна. Она гибельна для 40 миллионов украинцев, которые, ну, может даже и больше, 44, которые на этой территории живут. Потому что в этой модели вы обречены. Вас не станет. Я думаю, я ясно вам все это, так сказать, детально изложил. Даже, я думаю, на таком уровне, совсем низком бытового сознания, вы должны это усведомить, украинскую моду. Подписывайтесь на канал, поддерживайте Олега Игоревича за мою усиленную, напряженную, интеллектуальную работу по спасению вас. Которую я 30 лет выполняю, даже больше уже. Ну и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok